Привет, кэле микрофона Данута Анчелевская, у эфира черговый выпуск проекта «Столичный гость». Головный международный аэропорт у Беларуси – национальный аэропорт Минск. Недавно перешел на авиасново-летний расклад полетов. Его день не протягнется по 28-го Кастричника. Календар авиационных сезонов, в ответственности с нормами Международной ассоциации по ветреному транспорту, делится на два периода. Лето начинается у опушную неделю Саковика и заканчивается у опушную субботу Кастричника. А зима, в ответственности, начинается у опушную неделю Кастричника и заканчивается у опушную субботу Саковика. Что да непосредно аэропорта, то он все летит значить не много, не мало 40-го дня. Их головные поветранные ворота Республики Беларусь живут в умовых санкций и тиску планы и перспективы удосконаления инфраструктуры национального аэропорта Минск. Про все это не только мы поговорим. Наш Суразмолцын, а местник генерального директора национального аэропорта Минск Алексей Косяков. Прежде всего от руководства аэропорта рад поприветствовать. Спасибо, что вы уделили внимание и пригласили нас поделиться своей текущей деятельностью. Как известно, в условиях применения санкционного давления со стороны недружественных стран мы продолжаем жить, работать. Все вопросы мы решаем самостоятельно, благодаря нашему высококвалифицированному персоналу. Поддерживаем сертификационную годность нашего аэродрома и выполняем все возложенные на нас задачи. С обеспечением всех требований, в том числе и авиационной безопасности. В настоящее время мы располагаем всей инфраструктурой, персонал подготовлен. Продолжаем обслуживать все типы воздушных судов круглосуточно. Готовы принимать из любых уголков мира воздушные суда и продолжать заниматься нашей привычной деятельностью. На сегодняшний день в числе наших партнеров остается, наверное, один из главных. Это наш белорусский перевозчик родной Белавиа, которая выполняет на сегодняшний день регулярные рейсы в Астану, Баку, Батоми, ряд российских городов, Калининград, Кутаисия. Также выполняет перевозчик российских авиалиний Аэрофлот, который летает в Москву. Победа Лоукост, который выполняет регулярные рейсы в Москву и Петербург. Узбекские авиалинии, которые летают в Ташкент, также не так давно вернулась на регулярные рейсы компания «Флай Дубань». Выполняет Air China, Северсталь, Red Wings, Северный Ветер, совместно с Экаром, выполняющим полеты в Нижний Новгород. Открытие новых направлений является основным приоритетом на сегодняшний день для аэропорта, так как открытие новых направлений – это всегда финансы, пополнение нашего бюджета и дальнейшее развитие. Нами ведется работа по развитию авиасообщения с Российской Федерацией. Результатом этой работы явилось открытие новых направлений. Нижний Новгород со 2 марта выполняет авиакомпании «Икар» совместно с «Северным Ветром», а со 2 марта полетел Red Wings из Уфы в Минск. 2 апреля анонсирован регулярный рейс в Минск из Перми. Авиакомпания «Икар» приглашаем всех споттеров. Информация в соцсетях, будем рады видеть всех на открытии. Также хотелось бы понадеяться, что мы все-таки будем осуществлять перевозки из Минска во Владивосток, как озвучил глава государства, что в принципе направление интересно и проработка ведется в настоящее время. Кроме того, президент в ходе встречи в Минске с главой Республики Калмыкия подтвердил заинтересованность выполнения рейсов по маршруту Элиста Минск. Мы в принципе готовы и готовы рассматривать преференциальные условия для любых заинтересованных авиакомпаний. Приоритетным направлением является расширение маршрутной сети с городами Китая. Как глава государства завершил визит и есть проработки и в этих направлениях мы ведем. Также возобновление рейсов в Минск из Ашхабада туркменскими авиалиниями тоже в принципе сейчас мы работаем над этим. Со стороны аэропорта отработаны все технические вопросы по готовности и обслуживанию регулярных полетов авиакомпании Mahan Air в Иран. Осталось только формальности урегулировать. Я надеюсь, что полетят воздушные суда. Также прорабатываются вопросы выполнения рейсов из Кубы, Венесуэлы, Бразилии, Чили, Колумбии в Минск. В том числе с привлечением авиакомпании Conviasa в Венесуэлла. Уже аэропортом заключен договор с перевозчиком. Все существенные условия согласованы. Национальный авиаперевозчик с 4 марта начал выполнять чартерные рейсы в Доху. В ближайшей перспективе у них есть планы наладить авиасообщение с Индией. И также ведется активная работа по привлечению грузовых перевозчиков полетом в Минск с привлечением аэродрома Орша, который в своем географическом положении может быть использован в качестве хаба при перевозках грузов из стран СНГ, Азии и Ближнего Востока. Хочется подытожить всю эту работу, которую мы ведем. Нам еще она предстоит долго работать с серьезными подходами. И мы готовы работать много, качественно. У нас есть потенциал, который на сегодняшний день в условиях ограничений не реализован на полную мощность. Алексей Сергеевич, первое, что мы перейдем на плану по дальнейшему удосконалению инфраструктуры национального аэропорта Минск. Махчима, давайте краху познаем слухачев, все ж таки с махчимостями, что собой уявляет наш аэропорт национальный зараз? На сегодняшний день национальный аэропорт Минск является город в городе. То есть у нас есть вся необходимая инфраструктура для комфортного пребывания пассажира. Прибывая в здании аэровокзального комплекса, который завершил свою модернизацию и обновлены интерьеры, пассажир чувствует себя очень комфортно. У нас в аэровокзальном комплексе существует множество точек, где человек может хорошо покушать, получить необходимый сервис, отдохнуть перед полетом, посетить наши бизнес-залы, магазины дьюти-фри. То есть человек, попадая в аэропорт на сегодняшний день, чувствует себя в комфорте, уюте и чистоте. Мы поддерживаем имеющийся сервис на высоком уровне. Нагадаем. Наш Сураз Муцын, на месте генерального директора национального аэропорта Минска Алексей Ксяков. И мы говорим про то, как головные поветранные вороты Республики Беларусь живут в обмывах санкций и тиску, а так само про планы и перспективы удосконаления инфраструктуры. Пропускная способность действующего терминала достигает, мы уже имели цифры в 2019 году, более 5 миллионов пассажиров за год. На сегодняшний день мы прогнозируем пассажиропоток на уровне 2-2,5 миллионов. То есть, в принципе, у нас потенциал к росту есть. Когда это должно произойти, откроются те направления, которые были, мы подойдем к своей пропускной мощности и будем поднимать вопросы по дальнейшему развитию строительства необходимой инфраструктуры в виде пассажирского терминала. Но это все перспективы, когда снимутся все ограничения. Я поясню, да. То есть, у нас в соответствии с поручением правительства была разработана концепция, которая согласована с нашим министерством и вышестоящими государственными органами. Реализация этой концепции планируется начать со строительства многоуровневого паркинга на 1000 машиномест, которая будет с плоскостной парковкой на 240 машиномест и подъездной дорогой. С учетом развития и перспективы строительства железнодорожной ветки, которая в ведомстве Белорусской железной дороги находится, вторым этапом реализации концепции будет являться строительство административно-торгового здания, которое будет с офисами, паркингом и будет непосредственно прилегать к железнодорожному остановочному пункту. Третьим этапом реализации этой концепции запланировано строительство в центре привокзальной площади многофункционального здания порядка около 40 тысяч квадратных метров. Также в рамках строительства будет пересмотрена концепция организации дорожного движения, возможен снос существующей подъездной эстакады. В перспективе при запланированном росте пассажиропотока и достижении показателей более 7 миллионов человек поднимется вопрос по строительству второго терминала с гостиницей, который дополнительно предоставит возможность расширения количества стоянок самолетов и обслуживать пассажиров через телескопические трапы. Это позволит ускорить посадку пассажиров на широкофильтеляжные воздушные суда и обеспечит комфорт. Это строительство будет рассмотрено в рамках четвертой очереди. В настоящее время мы разрабатываем проектную сметную документацию по строительству паркинга и плоскостной парковки. Вот, в принципе, такие планы и перспективы развития. Алексей Сергеевич, передавали такие складаны для многих, все-таки эти находятся финансовые сроки для того, как и развиваться, и потребовать то, что есть в таким необходимом стане, и добывать максимально новую технику и обслуживание. Все-таки, ну, тут же шматым моментом и питание у деятельности повинны быть самая сучастная и якостная. Спасибо, очень хороший вопрос. Несмотря на имеющиеся вот у нас трудности, как показал уже результат 2022 года, мы продолжаем развиваться, несмотря на ограничения со стороны Европейского Союза, Украины. Но мы изыскали финансовые средства на модернизацию ровокзального комплекса. К примеру, в 2022 году мы потратили более 4 миллионов собственных средств на эти цели. С привлечением и поддержкой государства мы осуществили техническое переоснащение, приобретение специальной техники, аэродромной техники на более чем 2,5 миллиона рублей. Кроме того, хочется отметить, что мы достойное внимание уделили и пассажирам, и эконом-классам, и бизнес-классам. Мы провели совместную работу с нашим партнером международной компанией Мастеркард. По модернизации бизнес-залов произведена замена и обновление мебельного и технологического оборудования. Интерьерные решения обновлены. Службы бортового питания, которые являются структурным подразделением аэропорта, обновлены рационы шведского стола, которые мы реализуем в бизнес-залах. Планы на 2023 год продолжат работу по улучшению комфортного пребывания наших пассажиров. Успокойная деятельность – это еще и коллектив, так? Это люди, которые работают у вас. Как они себя чувствуют? Умовы годные у них и працы, и заработная плата? Мы уделяем первоочередное внимание, несмотря на имеющиеся трудности и падение объемов производства нашего, вопросу сохранения достойной оплаты труда и высоквалифицированного персонала. Это приоритет, так скажем, для руководства национального аэропорта. Мы по результатам 2022 года даже в принципе своем пошли на такие нетрадиционные меры, можно сказать. То есть при падении объемов мы нашли средства на поддержание персонала и поднять зарплату по отношению к 2021 году. Мы в принципе вышли на показатели 116,5%. Я считаю, что это очень достойно, и в принципе это, наверное, нам помогло не допустить отток высоквалифицированных кадров. Также мы ввели меры по оптимизации затрат и расходов. К примеру, введен режим жесточайшей экономии всех видов материальных и топливно-энергетических ресурсов. Приостановили на время проведения капитального текущего ремонта объектов инфраструктуры. Не ущерб, конечно же, технологическому процессу. Продолжилась работа по совершенствованию организационной структуры предприятия, оптимизации численности работников. С учетом того, что некоторое оборудование позволяет заменить человеческий труд на автоматизированный. То есть мы, в принципе, на таком находимся в процессе модернизации. А еще вы знаходитесь на первые дни юбилея реки У вас все лето у Липенем. Да, 1 июля 2023 года исполняется 40 лет главным воздушным воротом нашей страны. Верю, что мы преодолеем этот сложный период, подойдем к нашей знаковой дате в отличной форме, обеспечим бесперебойную работу всего авиационного комплекса, в принципе, как делали это всегда. Столичная гавань располагает всей необходимой инфраструктурой, персоналом для обслуживания всех типов воздушных судов круглосуточно, готова принимать воздушные суда из любых уголков мира в режиме 24 на 7. Спасибо! А на этом все, ждем всего самого доброго, счастливо!